Всего на Брещене было организовано более 20 точек, где юные эрудиты смогли проверить свои знания. В городе над Бугом состязания на своей площадке принимали 9-я и 24-я школы, а также областной лицей. Конкурсанты, учащиеся старших классов, если и волновались, то это было почти незаметно. Большинство из них на первенство пришли с установкой на победу. Наша школа принимала в финансовом ориентировании раньше участие, а так было подготовиться, в общем-то, несложно. Павел, к слову, воспитанник первого на территории области Клуба финансовой грамотности для школьников. Кружок, посвященный изучению кредитов, депозитов и валютно-обменных операций, функционирует на базе 18-й школы. Клуб финансовой грамотности располагается в средней школе номер 18 города Бреста. Он создан для учащихся 9-11 классов. Ребята приходят на занятия, где обучаются знаниям о деньгах, истории деньгах, разбирая такие темы, как бюджет, доход, что такое кредиты, вклады. В списке заданий 29 пунктов, из них 27 тестовых и два творческих. Именно последние при равном количестве баллов под другим и решат судьбу пьедесталов почета. В этом году задачи единого для всей страны образца разработали специалисты Национального банка Республики Беларусь. По словам организаторов, задания непростые, однако это позволит выявить самых финансово грамотных школьников. Мы надеемся, что на каждом районном этапе победят лучшие, потому что мы очень высоко подняли планку участия ребят Брестской области в Республиканской Олимпиаде. В прошлом году в Республиканской Олимпиаде призовые места первой и третьей заняли учащиеся школы города Бреста. Я сегодня хочу пожелать всем ребятам, которые в первом этапе участвуют, побед, но хочу, чтобы победили действительно сильнейшие. Районные состязания – только первая ступень. Лучшие из лучших по итогам этого этапа сразятся на областном конкурсе, а его победители представят Брещину на республиканских стартах. Имена самых подкованных юных финансистов страна узнает уже в середине декабря. Анастасия Стропко, Евгений Просналь, Антон Луговкин. Телекомпания Бук-ТВ.